Вновь в Ивановской области проходит региональный форум школьных СМИ «Медиа-школа». Его участники, юные журналисты, как только получили пакеты с заданиями, сразу отправились добывать новости. В этом году впервые в форуме принимают участие телевизионные студии, а не только редакции школьных газет. Это новое направление, в котором ребята работают. Направление достаточно интересное и, как сегодня с удивлением посмотрел, достаточно развито. Потому что школьных команд прилично заявилось на участие именно в номинации телевидения. На этот раз в медиафоруме заявили свое участие 38 школьных печатных изданий и 12 детских телестудий. В качестве конкурсного задания организаторы предложили ребятам найти обыкновенное чудо на шуйских улицах. Я боюсь, мы ничего не успеем. У нас же так мало времени. Так что же ты сидишь? Бегом в путь. Центр детского кино-видеотворчества «Лютик» на форуме «Медиашкола» был представлен сразу несколькими командами. Ребята решили рассказать подробнее о пешеходной зоне в Шуе, улице Малахия Белова. Дело это непростое, если учесть, что многие юные журналисты оказались здесь впервые. Я решила заняться телевидением, наверное, просто потому, что захотелось чего-то необычного, чего-то нового, потому что все мои друзья, знакомые, кто-то танцевал, кто-то рисовал. Мне захотелось как-то выделиться из толпы, возможно, и заняться чем-то необычным. На выполнение задания было отведено совсем мало времени. Каждый журналистский материал жюри оценит по всей строгости. Для телевизионщиков самое главное требование, чтобы это был не ролик, а сюжет и не более трех минут. Ну и далее, конечно, оценивается монтаж, операторская работа и корреспондентский текст. Что касается газет, то здесь важно, конечно, попасть в тему, то есть контент, то есть содержание, оригинальность, очень важен русский язык. Итоги форума будут подведены 30 октября. Авторы лучших работ получат дипломы, которые высоко ценятся в школьной среде. Призовое место на форуме «Медиашкола» – это своеобразный знак качества для школьного СМИ.